Телеканал Санкт-Петербург Итак, в эфире программа «Пульс города» Мы говорим обо всем, что на этой неделе определяло такое понятие, как Россия 21 век, Санкт-Петербург сегодня, хроника каждой недели, день за днем Что произошло за это время, какие события люди изменили нашу жизнь сегодня А какие предопределили то, что будет с нами завтра Уходящая неделя войдет в летопись Петербурга следующими яркими заголовками Итак, сегодня в программе «Марарар» Мы должны привыкать жить в другом городе Жизнь города меняется надолго Губернатор Александр Беглов выступил с отчетным докладом о работе правительства перед Петербургским парламентом Уроки эпидемии необходимо выучить Сенсационное открытие петербургских врачей Впервые после переливания плазмы крови зафиксированы реальные случаи выздоровления от COVID-19 Все три случая эффективны, с хорошим положительным эффектом Бабушка Зина – супергерой! Как 97-летнему ветерану Зинаиде Антоновне Корневой удалось собрать миллионы рублей для поддержки петербургских врачей Вы делаете очень доброе дело Спасибо вам и низкий поклон Криминальный вирус И побольше пара В таком тумане можно унести все, что угодно Как мошенники, пользуясь условиями эпидемии, обманывают нас? И как против них выставить самый надежный заслон? Нашу бдительность Люди, изменившие судьбу Мы ко всему готовы Не растерялись Почему мы должны начать меняться в этом изменившемся мире? И как это уже сделали некоторые из нас? Надо пойти и заняться тем, что лежит перед тобой Найти и спасти Каждый поиск пропускаем через себя Почему в условиях самоизоляции не снизилось количество пропавших без вести людей? И даже наоборот увеличилось И как теперь ищут и спасают этих людей? Как я его встретила Сказать правду Вот так Ну начинаем мы с главной, последней новости этих дней Я имею ввиду совещание с главами субъектов Российской Федерации По вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции Которой провел Владимир Путин В режиме видеоконференции Один из главных вопросов Это выплаты врачам Напомню, что президентам было поручено Осуществить их до 15 мая включительно Речь идет именно о выплатах из федерального бюджета И вот в эту пятницу Истек срок исполнения поручения президента Губернатор Александр Беглов Доложил Владимиру Путину Как в Петербурге осуществляются выплаты Сотрудникам медицинских учреждений Врачам, которые сейчас В буквальном смысле взяли на себя удар В борьбе с коронавирусом Уважаемый Владимир Владимирович Докладываю по поводу вашего поручения О выплате медицинским работникам Все необходимые средства Правительством Российской Федерации Полностью перечислены городу На сегодняшний день Мы выплатили 486 миллионов 751 тысячу Медицинским работникам Это составило 19 тысяч 822 человека А за несколько часов до своего отчета Перед президентом Александр Беглов провел внеплановую проверку Развернутого в Ленэкспо По сути полевого госпиталя На тысячу коек Первые пациенты стали поступать сюда Уже в майские дни В ситуации, когда все остальные больницы Города были переполнены Нужно было фактически спасать людей Вот почему был организован этот стационар Где раньше проводились крупнейшие В Европе выставки И заседания Петербургского экономического форума Теперь находятся больные коронавирусом Те больные, которые не могут По каким-то причинам оставаться дома И в то же время требуют Специального внимания и заботы со стороны врачей Здесь есть санитарные шлюзы Красная и зеленая зоны Госпиталь оснащен двумя компьютерными томографами Мобильными аппаратами ИВЛ и УЗИ Это первый и уникальный опыт Петербурга Работы в таких условиях И поэтому Ленэкспо сейчас находится Под особым контролем у губернатора В ходе проверки Александр Беглов сделал ряд замечаний В первую очередь они касались условий пребывания в этом стационаре Питание, санузлы, душевые кабины Но в то же время отметил самоотверженную работу врачей В таких не совсем привычных для них условиях Я бы опросил наших жителей города Относиться с пониманием и с терпением У нас здравоохранение и стационарные объекты Они практически сегодня переполнены Поэтому надо относиться с пониманием Главное это здоровье Здесь точно помогут Здесь все точно помогут Ну и потом этот госпиталь временно и создан для того И для тех горожан Которые просто не имеют дома возможности находиться Либо это коммунальная квартира Либо это маленькие дети Либо это престарелые люди За которыми просто некому ухаживать Врачам тоже нужно привыкнуть Они никогда не работали на таких больших площадях Им нужно тоже приобрести соответствующий опыт С таким огромным количеством больных Тем более не хватает И это героический подвиг С 30 марта наш город, как и вся страна Живет на особом положении Это время, которое разделило нашу жизнь на до и после Мы и представить себе не могли Когда начинался этот високосный год В каком трудном положении мы окажемся Через несколько месяцев Это уже другой Петербург В котором сейчас будут другие бюджеты Другие экономические и социальные связи И мы уже сейчас, несмотря на то, что Повышенные меры экономической опасности еще не сняты Должны смотреть в будущее А в каком городе мы окажемся Когда все это закончится Как мы будем в нем жить И в плане ответов на эти вопросы Особый интерес представлял отчет губернатора О работе правительства Перед Петербургским парламентом В среду в Мариинском дворце Выступил Александр Беглов с этим докладом Он был наполнен цифрами, фактами Конкретными примерами Но главный тезис выступления губернатора Звучал так Мы должны привыкать жить в другом городе А в каком? Антон Цуман продолжит тему Еще никогда традиционный отчет губернатора Перед депутатами законодательного собрания Не проходил в такой обстановке Без многочисленных приглашенных гостей Почетных граждан С рекордно малым количеством журналистов И маски на лицах депутатов Как еще одно подтверждение того Что более острой и злободневной повестки Чем коронавирус На сегодняшний день нет Отчет перед законодательным собранием Не право главы города А его обязанность Несмотря на то, что тяжелая эпидемиологическая обстановка Тема номер один Нельзя забывать и о других задачах Как нельзя забывать и о том Чего удалось достичь за прошедший год Если только взглянуть на карту города Можно понять, что сделано было немало Ключевые экономические показатели Петербурга Оказались выше, чем в среднем по стране Например, индекс промышленного производства Показатель того, насколько успешно работают городские предприятия В два раза выше общероссийского Отдельной строкой рекордное исполнение городского бюджета 97,4% Это лучшее освоение бюджета городом за последние 10 лет Чтобы его добиться, мы серьезно ужесточили бюджетную дисциплину Внедрили новый механизм казначейского сопровождения Это было очень важно Он позволяет контролировать бюджетные инвестиции До и после фактической понесенной затраты Доходная часть городской казны за прошедший год составила 639 миллиардов рублей Рост больше 10% Но дальнейшие успешные прогнозы полностью перечеркнул коронавирус Который сломал все планы и параметры утвержденного бюджета А значит, расходы города в ближайшее время придется пересмотреть Но, как уверяют эксперты, бюджет все равно останется социально ориентированным Это социальная стабильность Это социальная защита Это сохранение тех отраслей, которые обеспечивают прежде всего Функционирование социальной сферы Сферы здравоохранения, сферы образования Именно эти сферы В результате сокращения довольно заметного бюджетных доходов Никак не будут, что называется, секвестированы 219-я школа Красносельского района Абсолютно новая и современная Это один из нескольких десятков объектов социальной инфраструктуры Которые были введены в строй за прошедший год Это прямое следствие того, что именно социальной инфраструктуре Решено уделить гораздо больше внимания, чем прежде Всего по итогам 2019 года Петербург получил 12 школ 16 медицинских объектов, включая поликлиники И рекордное за 50 лет количество детских садов 44 объекта, что уже позволило сократить очередь в Ясли С 8 до 3 тысяч детей, то есть более чем в два раза Во многом благодаря жесткому контролю за этими стройками Со стороны правительства города Перестали миндальничать с недобросовестными подрядчиками Расторгли 34 контракта на 8 миллиардов 300 миллионов рублей За прошлый год заключили застройщиками 72 соглашения Социальной направленности И на треть больше ежегодного объема предыдущего Если смотреть к 6 годам Еще недавно эта часть Колпинского района В окрасностях Оборонной улицы была буквально разделена Надвое железной дорогой Теперь обе части соединены 300-метровым путепроводом Который полностью разделил железнодорожный и автомобильный потоки Это лишь один из примеров глобальных изменений В транспортной инфраструктуре Петербурга Из самых заметных приобретений Высокоскоростная трасса М11 Нева Жители Юго-Запада получили долгожданное продление проспекта Ветеранов И несмотря на особый режим Полным ходом идет строительство последнего участка Вот кадры, которые мы снимали несколько дней назад Упоминались в том числе и планы Активнее включить железнодорожную сеть в транспортную систему Петербурга А также разработка линии скоростных поездов до Москвы Пока еще не ясно, как на эти планы повлияют последствия коронавируса Но эксперты предполагают, что многие масштабные проекты придется пересмотреть Будут дофинансированы проекты, которые находятся в высокой стадии завершения Их, конечно же, дофинансируют И те объекты, которые готовились к введению в 2020 году Или в 2021 году уже должны быть введены в строй Да, их, скорее всего, введут Вот проекты, которые сейчас только на бумаге или на нулевом цикле Скорее всего, их не будет Пожалуй, самая ожидаемая всеми часть доклада губернатора Борьба города против коронавируса И вот самая впечатляющая цифра Еще в марте в городских больницах было чуть более 600 койко-мест для больных COVID-19 Сегодня их развернуто почти 6 тысяч Плюс мобильный госпиталь в Ленэкспо на тысячу пациентов 83 718 медицинских работников, включая федеральные структуры Работают сегодня в системе здравоохранения Петербурга Это не только занятые в специализированных клиниках Но и сотрудники скорой помощи, поликлиник и врачей в общей практике Хочу поблагодарить наших медиков за мужественную и самоотверженную их работу И большая часть специально созданной под эту борьбу медицинской инфраструктуры Останется в системе здравоохранения Петербурга и после пандемии Которая рано или поздно закончится Основной вывод – здоровье граждан превыше всего Уроки эпидемии необходимо выучить Аудит медицинского комплекса города, который мы фактически начали Важно довести до логического конца По аналогии с продовольственным фондом Санкт-Петербурга Сформировать неснижаемый резерв средств индивальной защиты и лекарственных средств Неизбежны и экономические последствия Особенно для предприятий малого и среднего бизнеса Специально для их поддержки разработан ряд мер Почти на 4 миллиарда рублей И, как уверяют эксперты, городская экономика сможет выдержать У нас есть и преимущества на самом деле Мы знаем, что у нас сильный медицинский кластер в городе Развивался последние 10 лет И хорошие компании Здесь правительство может конструктивную политику вести на поддержание, расширение этого кластера Упрощение процедур У нас сильный IT-кластер И Петербург, в общем-то, IT-столица Разумеется, после таких масштабных мировых катаблизмов Невозможно просто подождать, пока все вернется на круги своя Это произойдет не через два и даже не через три месяца И это будет уже другой мир, другой Петербург Со своими первоочередными задачами Год назад мы заявили о готовности сделать Петербург лучшим в России Патентом развития и качеству жизни людей Отказываться от этой цели мы не намерены Мы приняли первую пандемию и справились с ним Теперь нужно научиться жить, работать в новых условиях За 317 лет со дня своего основания Петербург не раз проходил и через более тяжелые испытания И главный вывод в итоге То, чего удалось добиться, хорошо Но это уже пройденный этап Гораздо важнее смотреть в будущее Где уже другой Петербург с другой экономикой и другими реалиями И потому так важно учиться привыкать к жизни в нем уже сейчас Антон Цуман, Пульс города Ну вот так услышали отчет губернатора-эксперта А теперь давайте послушаем оценку спикера законодательного собрания Вячеслава Макарова Это особенно важно, потому что только именно в связке Законодательной и исполнительной властей Можно справиться с тем огромным количеством проблем Которые обрушатся на Петербург после того, как закончится эпидемия Здесь уже будет не до политических интересов и противоречий Нужно будет всем в буквальном смысле город спасать Мы увидели, что позитивные тенденции в области экономики В области социальной, в области новых технологий Высокотехнологичного, прежде всего, производства, они состоялись Но, к сожалению, я всегда говорил о том, что в угрожаемый период Даже торговый флот становится военным Нам пришлось переходить, если говорить военным языком, чисто на военные рельсы И, безусловно, приходилось по ходу в режиме ручного управления В том числе менять приоритеты, расставлять акценты Мы совсем по-другому подошли к реализации бюджета И сейчас будем вносить изменения в этот бюджет И то, что абсолютно беспрекрас, абсолютно взвешенно А самое главное, откровенно губернатор здесь говорил о тех проблемах и трудностях, которые возникли И с полным пониманием того, что нам придется делать после того, как закончится пандемия Это вот подкупает Ну и с учетом того, что это выступление губернатора было адресовано депутатам Представляющим различные политические фракции в Петербургском парламенте Давайте посмотрим, а как они оценили эти планы губернатора И его отчет о проделанной правительством города Работе Все фракции депутатского корпуса, их мнение Нам представили всю ситуацию сложную, тяжелую И иногда, понимаете, непредсказуемую завтра ситуацию, которая будет Единственное, что я не услышала Все-таки мы идем на пути к открытию Или мы еще не знаем, что будет 31 мая Было сказано о сегодняшней ситуации как о серьезной Были названы цифры, очень тревожные цифры заболевших Цифры скончавшихся Было сказано, что город оказывает помощь Ну и кажется, что можно было бы больше остановиться на том, что сегодня Потому что, к сожалению, мы живем в другой реальности То, что было даже три месяца назад Представляет совершенно другой жизнью По сравнению с тем, что мы видим сегодня С нашей точки зрения ситуация складывается таким образом Что только критиковать И давать советы, не подкрепленные расчетами Сейчас неправильно Вся нагрузка в нынешней ситуации Она, безусловно, легла на плечи исполнительных органов власти И поэтому всем, чем можем, мы стараемся помочь Объективные цифры, наверное, губернатор знает лучше, чем, скажем, депутаты Но, может быть, это объективная история Продлить до 31 мая эти меры Но, мне кажется, что ношение, например, масок на улице Может быть, не надо было так жестко ограничивать Александр Петрович подчеркнул Что неизменность тех приоритетов И тех направлений, которые были обозначены еще в прошлом году Еще до избирательной кампании Они остаются Это и наращивание инвестиций в Петербург Это очень важно для посткоронавирусного времени Это приоритет по вводу в эксплуатацию объектов социального значения И, конечно же, это гарантия всех взятых городом на себя социальных обязательств И самое главное было посвящено тому, как борются с эпидемией Что будут делать в ожидании его уже в условиях начавшегося экономического кризиса Который продлится не месяц, не два, не три И будем надеяться, что не больше года Но, тем не менее, его предстоит пережить Я сказала, что я была даже потрясена откровенностью, честностью этого доклада Ну, давайте теперь отдохнем от политической хроники И перейдем к следующим страницам нашего телевизионного журнала И во второй части нашей программы вы увидите Криминальный вирус И побольше пара В таком тумане можно унести все, что угодно Как мошенники, пользуясь условиями эпидемии, обманывают нас И как против них выставить самый надежный заслон – нашу бдительность Люди, изменившие судьбу Мы ко всему готовы, не растерялись Почему мы должны начать меняться в этом изменившемся мире И как это уже сделали некоторые из нас Надо пойти и заняться тем, что лежит перед тобой Найти и спасти Каждый поиск пропускаем через себя Почему в условиях самоизоляции не снизилось количество пропавших без вести людей И даже наоборот увеличилось И как теперь ищут и спасают этих людей Как я его встретила, сказать правду Вот так, жильником Продолжаем выпуск Невероятная история, о которой уже заговорили во многих странах Европы И в первую очередь в Великобритании 97-летняя петербурженка Зинаида Антоновна Корнева Ветеран войны, которая воевала и победила Великой Отечественной Бабушка Зина поддержала инициативу столетнего британского ветерана Томаса Мора Который стал собирать деньги для поддержки врачей, борющихся с коронавирусом И вот наша бабушка Зина подхватила его инициативу Или, как говорит молодежь, вписалась в этот челлендж в интернете И с помощью призыва на своем ютуб-канале Которые помогают делать внучка и правнучка Она собрала более трех миллионов рублей Фантастика! Все эти деньги пойдут в фонд поддержки врачей Который сейчас борется с коронавирусом Молодец, бабушка Зина! Настоящий супергерой Только не марвеловский, а наш, петербургский Дорогие мои Мы за две недели собрали целых три миллиона Мы вместе это сделали с вами Спасибо вам! Больше миллиона рублей мы уже отправили Их получили семьи погибших врачей 37 семей А остальные деньги будут распределены в ближайшие дни Вот вызывает восхищение то, что для Зинаиды Антоновны Это испытание, через которое мы сейчас все проходим Не сломило ее, а наоборот изменило и сделало ее сильнее И она, став сильнее, смогла помочь другим людям Свои-то 97 лет А что мы, вот более молодые, можем? Как сейчас эта тяжелейшая ситуация, в которой оказался и Петербург, и наша страна, и весь мир, меняет нас? Насколько мы готовы к этим переменам? Почему мы должны уже сейчас начать меняться в этом изменившемся мире? И как это уже сделали некоторые из нас? Об этом в репортаже Евгения Альфельд Планетарий номер один с начала пандемии закрыт, но лишь для посетителей Словно по законам военного времени, развлекательный центр в считанные дни превратился в завод по производству станков для изготовления масок Эффективнее тех, что пока носят большинство из нас То, что на мне медицинское, это каменный век У вас тоже не медицинское, и вот это, к сожалению, не медицинское, потому что, ну, часть заготовок к нам приходит, мы анализируем все маски Если ее разорвать, в маске должен быть мельблаун Мельблаун — это фильтрующий слой В России он никогда не производился Соответственно, наши инженеры сейчас делают линию, которая как раз сможет производить этот мельблаун Мельблаун — нетканный материал с микроволокнами толщиной до 5 микрон Это эффективный барьер для вируса На его фоне волокна тканевой маски выглядят как бревна, объясняет Евгений Специальная фильера, головка, из которой выдувается краснетканный материал Она тестовая, она до больших температур нагревается Здесь, если вы присмотритесь, очень тонкие 0,2 мм отверстия И через эти отверстия как раз выходит расплавленный пластик, полипропилен Воздух со скоростью, половина скорости звука подхватывает, в общем-то, эти волокна На другом этаже проверяют надежность ультразвуковых приборов, которые припаивают к маске резинки Так можно сделать 5000 штук за смену В новой работе задействована вся команда планетария От инженеров до экскурсоводов Леана Солка, например, еще недавно была директором по организации школьных групп Теперь рядовая работница необычной фабрики Мы ко всему готовы, не растерялись Метаморфоза планетария далеко не единичный случай Сейчас меняются все, и предприятия, и обычные люди Которым нужно занять свое место под солнцем в нашем новом мире Хореограф театра имени Райкина Дмитрий Мамонов сменил сцену на велосипед курьера В театре он работал по договору С началом пандемии платить перестали Недолго думая, Дмитрий устроился в службу доставки Уже восьмой заказ с утра И вот еду забирать Потом поедем, похоже, вместе отдавать Сегодня классная погода, особенная Ну да, сегодня и град, и дождь, и снег был Он промок насквозь Это конца смены еще целый час Но даже под маской, которая стала частью униформы, заметна улыбка Похоже, настроение этому человеку не испортит никакими трудностями Ну а как психологически из артиста в велосипедиста Вот-вот был ли какой-то момент, что надо было как-то вот там, не знаю, мантру спеть, принять У меня все хорошо, и я не понимаю, что в этом такого странного Потому что, ну, нас было два месяца назад Где-то в районе 800 курьеров Сейчас 2100 по Питеру Поэтому людей, которые так же быстро кинулись и начали предпринимать Классные ребята, наоборот, куча новых знакомств На март была намечена премьера спектакля «Слово о полку Игореве» с хореографией Дмитрия Все сорвалось Зато появился видеоблог о работе петербургских курьеров Среди которых все больше людей неординарных профессий Привет, я Дима, артист театра эстрады имени Райкина, танцовщик и хореограф Нам выдают перчатки, маску и замеряют температуру обязательно каждый день Мы должны сидеть в каждой своем квадратике Соблюдать дистанцию полтора метра Бывший менеджер магазина спорттоваров с удовольствием рассказывает о своей новой работе Хотя и не без иронии Сегодня три раза я таскала картоху, еще бутыли по 5 литров И ты такой едешь с килограмм 20 с рюкзака, вот такое просто А тебе потом еще хрущевку на пятый этаж подниматься Вот так, крутя педали по 100 километров в день в две смены Он зарабатывает больше, чем хореографом Но ждет возвращения на сцену А коллеги по театру в комментариях к его блогу пишут Мамонов, мы тобой просто гордимся А что-то можете показать из пластики? Какой-то фрагмент Ну прям танчик нужен, типа, не знаю Влад Ансибор еще недавно проводил службы в храме С началом пандемии в рот Иерии после 25 лет служения Ушел из церкви и стал волонтером Помощь людям просто в ином формате Когда я ушел из церкви, чтобы не переживать лишним Я просто подумал, что мне делать И от сайта госуслуг пришла смс-ка Где мне предложили, ну, наверное, всем предлагали быть волонтером И я подумал, чтобы что-то хоть делать Не сидеть на месте и не заниматься самоедством каким-то Надо пойти и заняться тем, что лежит перед тобой Не все прихожане приняли его решение уйти в мирскую жизнь Но сам Влад счастлив в новой работе И с радостью идет в аптеку за лекарствами Для тех, кому нельзя выходить из дома Не получая за это ни копейки А что вы сейчас живете? Ну, я живу очень хорошо Я распродаю то, что накопил за прошлую жизнь свою Вот, у меня вот была машинка Я ее обещал продать Вот, я ее продал И я активно сейчас учусь Я в СПБГУ, в ВЭШе Прохожу повышение квалификации Медиации, переговоры В руках листок с длинным списком лекарств В день Влад обслуживает по несколько адресов И после пандемии Влад продолжит служение людям Как психолог или медиатор Специалист по урегулированию конфликтов С началом самоизоляции Илья Федотов полностью лишился источника дохода Всю жизнь он работал парикмахером Постоянные клиенты, семинары, форумы Все сошло на нет И вот за полтора месяца Илья самостоятельно выучился на программиста Сегодня я буду доделывать свой интернет-магазин Буду работать, в частности, над каталогом и над карточкой товара Ножницы и расчески он будет хранить на дальней полке Это пройденный этап Начинающий программист уже спокоен за свое будущее Найти работу по новой специальности за считанной неделе Невероятный результат Когда в мире начало все меняться, я решил поменяться сам И выбрал другую профессию Я стал программистом Илья из тех, кто ищет решения, а не жалуется на судьбу Ведь мир разделился на до и после Надо просто принять этот факт Не нужно быть профессиональным социологом, чтобы понять Таких историй будет все больше и больше Мы становимся другие, каждый по-своему Сначала увидели эти перемены вокруг, потом сами в себе И это только начало Евгения Альфельд, Пульс города Продолжаем выпуск И давайте сейчас на тему, как ситуация с коронавирусом меняет мир Посмотрим немножко с другой точки зрения Не на то, как сейчас, а на то, как было Напомню, что наша программа Пульс города выходит на протяжении 7 лет И за все это время можно сделать очень интересный сравнительный анализ А как менялся наш город? И вот давайте попробуем такой срез во времени сделать И посмотреть, чем жил Петербург в ближайшие прошлые годы Именно на этой неделе, с 11 по 17 мая И сопоставим эти молекулы времени с той реальностью, в которой мы оказались сейчас Чтобы понять, как все стремительно меняется и в мире, и в нашем городе Итак, Петербург эпохи до коронавируса Туриндустрия начинает оживать после кризиса прошлых лет Как провести это лето? Или куда хочется поехать, а куда получится доехать? Удобно и вам, и ребенку Да, и чтобы ребенок был занят, если не нужно, да? По мнению экспертов, нынешний кризис отечественной туриндустрии, вызванной эпидемией коронавируса Будет самым масштабным и глубоким за всю историю этого бизнеса в современной России Петербург замер в ожидании судьбоносного матча, в ходе которого решится вопрос Станет ли «Зенит» пятикратным чемпионом страны? Судар! И мяч вылетает в ворота! В прямом эфире мы подведем итоги этого, возможно, золотого для нас чемпионата Чемпионат России по футболу, прерванный 17 марта из-за эпидемии коронавируса Будет возобновлен 21 июня этого года Матч пройдет при пустых трибунах До начала белых ночей остаются считанные дни А ночной Петербург уже просыпается после зимней спячки Что происходит на улицах города, когда город спит? Каждый раз, когда еду ночью по Питеру, понимаю, насколько город хорош В этом году начало периода белых ночей в Петербурге впервые будет отмечено Полным отсутствием туристов в связи с продолжающимся режимом самоизоляции Нынешняя ситуация с эпидемией породила еще один вирус Тот, что иногда распространяется даже быстрее настоящей болезни Речь идет о мошенниках и их новых способах обмана При этом действуют злоумышленники очень оперативно Простой пример В начале этой недели президент Владимир Путин сообщил о дополнительных детских пособиях Заявку на их получение можно заполнить в режиме онлайн на сайте госуслуги На следующий же день, после того, как официальный сайт не выдержал наплыва посетителей В сети появились десятки его копий, сайта обманки При этом от оригинального внешне они никак не отличаются Разница заметна только в доменном имени И то в одну букву, всего лишь в одну букву Одна лишь буква и пользователи оказываются на этом фальшивом сайте На языке хакеров этот прием называется фишинг От английского глагола to fish, ловить рыбу Вот так злоумышленники собирают персональные данные пользователей Или вынуждают их платить несуществующие штрафы, комиссии Наш корреспондент Андрей Федоров изучил способы мошенничества И за словом всем этим мошенникам может быть только один Наша персональная бдительность Мы теряем бдительность, мы очень устаем, мы вымотаны Мне мама сказала никого домой не пускать Кстати, у меня уже першит Малярные костюм, очки, маска и перчатки И арендованный за тысячу рублей аппарат для дезинфекции Заполненный обычной водой из-под крана Но и в таком виде должен сойти за сотрудника, например, управляющей компании Здравствуйте, управляющая компания Проводим дезинфекцию квартир Пустите? Нас никто не предупреждал, мы никого не ждем Мне мама сказала никого домой не пускать Не понял, еще раз Управляющая компания, квартиры дезинфицируем Проходите Ну а дальше, как говорится, дело техники Отвлекающие маневры Вы эту комнату пока не проходите И побольше пара В таком тумане можно унести все, что угодно Даже если ничего не украдут, то все равно обманут Средняя цена дезинфекции квартиры у частных компаний С пометкой от коронавируса Сейчас колеблется в пределах 3,5 тысяч рублей Слышите такое предложение? Не соглашайтесь и звоните в полицию Коммунальщики по закону обязаны сделать это бесплатно Стоит только оставить заявку Все остальные наживаются на страхах и панике Основной момент делается какой? Чтобы переключить внимание человека Коронавирус, пандемия, опасность Мы все умрем, страшно выходить на улицу, штрафы Вот как будто это все фиксируется И потом уже можно впарить какой-то левый продукт Какую-то мошенническую схему Таких сомнительных предложений сейчас сотни Бытовые приборы, таблетки, вакцины Самые точные тесты на дому и народные средства И это несмотря на то, что инфекция новая И до конца еще не изучена даже учеными Что касается коронавируса То оказалось, что здесь лучше всего с ним справляется Не ветка, а корень сосны Коронавирус в воздухе чувствует себя незащищенным Слабеньким таким, быстро дохнет От пихотного масла ему становится очень слегка Обкуриваем коронавирус А еще уникальные кольца от коронавируса за 3 миллиона рублей А береги за 99 тысяч и амулеты по 10 Гораздо дешевле целебная чага, отвары и отпугивающие инфекцию цветы Появилась в интернете и новая услуга За вас могут получить посылку из Китая Правда, с пометкой вернут только в том случае, если не заразно Но больше всего понравилось вот такое объявление Заговоренный и освещенный от ковид чеснок Ностальгия наверняка в детстве с таким на веревочке каждый ходил Кстати, принцип действия примерно такой же, как и у нового хита продаж Блокатора вируса Разные упаковки и страны производителей Но все с одним и тем же утверждением Совершенно новая технология В вирусную рекламу поверили даже депутаты Государственной Думы Губернаторы и телеведущие Вот сашет, там внутри бэджик вот такой с прищепкой Просто скрываете и вытаскиваете этот бумажный сашет Его рвать не надо ни в коем случае, там внутри диоксид хлора То есть его вставляете, то есть испарение этого достаточно На прикосновение с воздухом происходит испарение И вот эти пары, они как бы, получается, защищаются, создают атмосферу Итак, что мы приобрели? Новинка на 30 дней защиты Разработана в ИТМО Обеззараживает личное воздушное пространство объемом 1 метр кубический Здесь даже области применения Салон красоты, спортзал, больница, гостиница, банк, магазин, транспорт, кафе и кинотеатр В общем, все те места, где сейчас нужно соблюдать меры предосторожности Как минимум, эта штука бесполезная Как максимум, может, наверное, и вред приносить Но, опять же, точно об этом сказать можно только в ходе проведения клинических исследований А никто, естественно, эту штуку таким образом не изучал Алло? Да, лететь планировал В июле Вернуть деньги за билеты? Давайте Номер карты Сейчас продиктую секунду 22 00 08 04 Стоп! Вот так тоже никогда не делайте Ведь это еще один способ мошенничества по телефону Схемы у злоумышленников всегда примерно одинаковые А вот истории из-за эпидемии появились новые Теперь это не аварии с участием родственников И не ошибочный перевод на ваш счет Данными карт злоумышленники пытаются овладеть Представляясь сотрудниками государственных учреждений Помогающих получить, например, дополнительные пособия на ребенка В период эпидемии Или предоставить отсрочку по кредиту Сейчас на повестке дня, естественно, пандемия Меры защиты от коронавируса И положены отдельным категориям населения В связи с этим выплаты Этим они и пользуются Да, действительно, у нас есть информация Что создаются дубликаты сайтов госуслуг Иных сайтов И мошенники звонят и предлагают получить определенную компенсацию Или такая история 500 тысяч рублей на закупку аппарата вентиляции легких Для умирающего отца в Боткинской больнице С таким сообщением позвонили бизнесмену Александру Правда, ошиблись Родители не стало 20 лет назад То есть не знаю, как бы я себя повел в данной ситуации Если это касалось бы, например, моей матери Которая 80 лет, она достаточно больна И не всегда я могу быть с ней на связи Было все очень красиво подготовлено Красиво сказано Представлено, объяснено Я говорю, вот если бы Не был бы отец, а была бы мать То есть я бы, конечно, может быть даже и повелся Страх за себя и своих родных Главное оружие мошенников Но в этот непростой период нужно перестать паниковать Быть бдительным и знать, что есть еще один вирус Который распространяется гораздо быстрее Настоящей болезни Андрей Федоров, Пульс Города Ну а теперь об одном сенсационном открытии петербургских врачей Дело в том, что на этой неделе были получены первые успешные результаты Лечения с помощью плазмы крови Получены от пациентов, переболевших COVID-19 Один пациент уже даже выписан домой Этот медицинский эксперимент проходил в городской больнице номер 40 курортного района Там плазму перелили трем пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции Все они добровольцы Один из них врач той же 40-й больницы Вот как он описывает свои ощущения после переливания плазмы крови После переливания донорской плазмы на вторые сутки Сразу же почувствовал состояние облегчения Наладилась сатурация Появились силы и снизилась интоксикация Конечно же переливание плазмы крови от человека, который переболел коронавирусом Не может стать панацеей Не для каждого этот метод может быть использован Много медицинских условностей Но все равно это лишь первые шаги И успешные шаги на пути, которые могут привести к разработке протокола лечения от коронавируса После введения плазмы Наступил действительно положительный результат И в настоящий момент эти пациенты стабильны И даже первый из них сегодня уже покинул корпус Продолжим эту тему Во всем мире сейчас идет поиск лекарства или вакцины С помощью которых можно будет научиться спасать людей от коронавируса На днях представители Всемирной организации здравоохранения Сделали заявление по поводу возможности появления вакцины от коронавируса В этом заявлении была выражена уверенность в том, что появление вакцины от COVID-19 Можно ждать уже к концу этого года В данный момент над созданием вакцины работают исследователи по всему миру Около 100 различных научно-медицинских групп Но особая проблема, как подчеркнули ВОЗ Заключается даже не в изобретении самой вакцины Это уже вопрос времени Главное, как сделать эту вакцину максимально доступной И наладить ее производство в промышленных масштабах Да, наверное, COVID-19 это один из самых загадочных и непонятных вирусов Который известен человечеству Коварный, непонятный, опасный Обладающий стремительной скоростью распространения Вот чтобы его победить, нужно его понять Давайте попробуем узнать, а как это можно сделать Что это за вирус? В чем его коварство? С этими вопросами мы обратились к одному из ведущих экспертов в этой области Сергея Викторовича Нитесова Он доктор биологических наук, профессор И в прошлом занимал должность заместителя генерального директора Знаменитого на весь мир НИИ молекулярной биологии Вектор в Новосибирске Очень компетентный специалист Итак, наши пять главных вопросов Вирусологу о вирусе COVID-19 Пять главных вопросов У этого вируса коэффициент распространения высокий Намного выше, чем у гриппа Вероятность заразиться для любого человека Она достаточно большая Она явно больше, чем проценты И она явно больше, чем даже 10% При сложившейся условиях Это означает, что рискует каждый Но правда не все это понимают Это понимают те люди, которые смотрят графики Смотрят цифры И реально смотрят на то, что происходит вокруг них Так что мир не испугался Мир стал очень сильно озабоченным Тем более, что здесь получается Что этот пик не так размазан Как эпидемия гриппа Которая продолжается реально каждый год Месяца 4, а то и 5 А здесь все происходит очень быстро И в этом пике некогда лечить Для коронавируса Я думаю, что никак не меньше 50% Людей должно переболеть Чтобы возник какой-то коллективный иммунитет Чтобы он начал сдерживать вот эти самые вспышки Летальность этого вируса Во много раз выше, чем для вируса гриппа Это тоже правда Ну и наконец мы видим, что он поражает людей С дефектами сердечно-сосудистой системы С дефектами иммунной системы С дефектами, так сказать, в области метаболизма Это диабеты и ожирение Круг людей, у которых будут большие проблемы Со здоровьем в результате заражения Он велик Когда вы говорите, что художник должен создать картину Вы же не говорите, что он ее должен сделать за час или за сутки Вы не знаете, за сколько он ее создаст Так вот здесь разработка вакцины Это процесс, на самом деле Во-первых, требующий очень многих знаний Во-вторых, он требует угадать в данной ситуации Потому что мы очень плохо знаем этот вирус Требуется угадать, какие именно белки Надо использовать для ее создания Или какие части белков Понимаете? Или в каком виде надо представить эти белки организму Чтобы на него вырвался иммунитет Вакцину против вируса ВИЧ Создают уже больше 30 лет И так они так и не создали Несмотря на то, что было больше 70 вариантов Вакцину против гепатита С так и не создали Создали метод лечения Но вакцину так и не разработали Так что здесь могут быть и неудачи И не надо думать, что вот да Американцы сейчас испытывают, у них будет вакцина Это не 100% И Китай испытывает, это тоже не 100% Я лично считаю, что в России правильный сделали выбор Надо разрабатывать несколько вариантов Который, какой из них будет эффективным Покажут просто эксперимент Для лечения тяжелобольных нужны аппараты искусственной вентиляции легких Или экстракорпоральной мембранной оксигенации Этих аппаратов не миллионы Понимаете? Их на самом деле очень ограниченное количество И они, как правило, интенсивно используются Так вот, такие больные требуют применения вот этих аппаратов Несколько дней, а то и несколько недель Вот эти аппараты кончились в крупных городах Европы Абсолютно точно Так вот, сейчас пик эпидемии очень острый И количество таких больных максимальное Так вот, для того, чтобы таких больных стало меньше На каждый день, на каждую неделю и так далее Нам на этот пик уплющить Сделать его вот не таким вот, понимаете, да? А сделать его вот таким И тогда больных можно больше пролечить Понимаете? За это время И в этом главная цель вот этого карантина частичного, понимаете? И главная цель самоизоляции Эпидемию можно остановить Разрывом эпидемических цепочек Чтобы вирус дальше не передавался Если мы ее остановим, мы справимся с этим без вакцин Поэтому важна самоизоляция Важен разрыв эпидемических цепочек И важна еще что? Осознанность для всех людей Что вот это нужно для их же блага И для блага их родных На самом деле почти все болезни, которые мы имеем Мы получили от домашних или от диких животных Мы просто к ним уже ко многим адаптировались Разработали вакцины Разработали лечебные средства и так далее Но это не значит, что это не повторится Просто вот мы сейчас воочию видим начало и продолжение этого процесса Нам, возможно, придется вот с этим новым коронавирусом Просто жить и дальше Но мы от него должны найти способ Либо защититься, либо эффективно лечить Мы его можем и не победить Вот тем самым способом В жестокой битве, отрубив ему там все три головы Понимаете, и все Он падет к нашим ногам Вполне возможно, что он присоединится Уже к тем четырем коронавирусам Которые человечество поражает уже столетия Он просто станет менее патогенным Понимаете, но все равно будет нас поражать Как это поражает куча других вирусов Вызывающих острые респираторные заболевания Мы с ними боремся Боремся как можем Изобретаем вакцины Изобретаем методы лечения Вот изобрели же в свое время искусственную вентиляцию легких И вот эту экстракорпоральную мембранную оксигенацию Это борьба Мы должны бороться за себя Потому что это жизнь Как говорил нам классик марксизм и ленизм Понимаете В этой борьбе нам предстоит жить А как же еще Поэтому я бы сейчас не ставил никаких сроков И не говорил бы о том Каким способом мы его поборем Но в то, что То, что человечество очень креативно И очень оптимистично И что оно может бороться с этим Мы уже многократно доказали Я уверен, что мы это тоже поборем Но каким методом Пока сказать нельзя Ну а теперь об одной невероятной и крайне драматичной статистике Выяснилось, что в условиях самоизоляции Не снизилось количество пропавших без вести людей А даже наоборот увеличилось Например, в Петербурге, Ленинградской области За март было зафиксировано 57 случаев пропажи людей В апреле, месяц, когда уже действовал режим самоизоляции Эта цифра выросла до 99 случаев В мае Еще только середина месяца А уже количество пропавших без вести Составило 75 человек То есть, несмотря на самоизоляцию К несчастью, продолжают пропадать И дети, и взрослые, и старики В Петербурге, кстати, 9 лет работает Поисковый отряд Лиза Алерт Он назван так в честь маленькой девочки Которую в лесу искали добровольцы В 2010 году в Орехово-Зуево Тогда они опоздали всего лишь на несколько часов И с тех пор стихийно возникший отряд Стал общественной организацией В него может вступить каждый желающий Поисковики не получают денег за свою работу Принимают только помощь в виде техники, оборудования И он сегодня есть во всех регионах Пандемия внесла свои коррективы В работу этих поисковиков Теперь они прочесывают лес Работают в городе не группами, а по два человека Но продолжают работать Потому что цена этой работы – жизнь людей Вот за время съемок сюжета Поисковики вернули домой несколько человек О том, как найти и спасти этих людей В репортаже Натальи Бондуриной Богданов Дмитрий Александрович 34 года 44 года С 28 апреля до Уваров Александр Владимирович 44 года С 28 апреля С 20-го О его местонахождении нет информации Последний раз выходил на связь Стрибкова Ольга Сергеевна 46 лет 12 мая прибыла в город и пропала Андреев Вячеслав Андреевич 25 лет Пропал 9 мая Помогите найти человека В России каждый год пропадает около 100 тысяч человек В Петербурге ежегодно почти 2000 человек объявляют в розыск Три четверти из них возвращаются домой сами Из оставшихся меньше половины находят живыми Остальных объявляют пропавшими без вести Но есть люди, которые не прекращают поиск до тех пор, пока о человеке хоть что-то не будет известно К сожалению, выходим не по тропинкам, а по азимуту Благодаря этим девочкам, которые меня нашли Я сейчас имею счастье вас видеть Каждый поиск пропускаем через себя Примерно 120 километров от Петербурга в сторону Приозерска Здесь встречаемся с Ольгой и Антоном Они волонтеры известного многим добровольческого поискового отряда «Лиза-Алерт» Это не инсценировка, они ищут пропавшего мужчину Мы ищем пожилого человека, 73 года, мужчина Есть данные, когда он пропал В принципе, этих данных для выполнения поисковой задачи более чем достаточно Задача пройти данный квадрат в лесополосе Опросить местных жителей Вопросы стандартные Видели или нет Если да, то когда в последний раз Показать фотографию Здравствуйте Поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт» У вас здесь человек пропал Посмотрите, пожалуйста, на фотографию Не видели такого? Сейчас, во время пандемии, работа изменилась Раньше лес прочесывали большими группами Теперь ходят двойками Обязательно в масках и перчатках Даже в лесу Наш квадрат Это квадрат Лима 9, Майк 10 Наша задача сейчас попасть в лесную зону Мы попадаем по Азиму, тут 350 Соответственно Ну, куда Любопытствующие из местных Сами подходят к людям в приметных оранжевых куртках Выясняется, что пропавшего мужчину здесь знают Но, увы, больше ничего Я с ним работал в ТЭЦ еще очень давно И он ко мне приходил в магазин За покупками Лесные поиски самые трудные Хотя тот, который попался сегодня нам Считается простым Здесь сухо и рядом населенка Поселок на языке поисковиков А так обычно это ночь Потому что родственники ждут до последнего И не обращаются за помощью А еще болото и бурелом В поисках используют все, что может помочь Для нас, журналистов, коптер Для красивой картинки Для волонтеров важный поисковый инструмент Дроны, на самом деле, очень помогают в работе Во время поиска они делают сотни фотографий и видео Отсматривать это в режиме онлайн сложно Поэтому всю информацию передают отделу анализа Именно так, кстати, прошлым летом В лесу, недалеко от поселка Пупышево Обнаружили пожилую женщину Жиденько как-то, очень жиденько Нет универсального ответа Почему теряются люди Каждая заявка на поиск Своя отдельная история В случае с Анатолием Васильевичем Со счастливым концом Его нашли, хотя все могло закончиться иначе В январе ушел из дома на прогулку Обратно дорогу забыл Память подводит после перенесенного инфаркта Ветерану войны сейчас 91 год Он пробыл Восемнадцать часов Бродил по городу Вот И ни разу не присел Гулял Гулял 91 год Так себе Пойти погулять Молоденькую найти Что попадет? И он очень так осознанно сказал Я говорю, ты хоть бы присел где-нибудь Эй, нет Говорит Если бы я присел Я бы захотел прилечь Если бы я прилег Я бы не поднялся Я говорю, понял Это рубеж Так его и нашли И стоял в парке В одной рубашке под снегом Когда спросили имя, фамилию Назвал все четко Вернули супруги Ну и как вы его встретили? Ой, как я его встретила? Сказать правду Вот так Веником Ах, ты ж гадюка, ты гадюка Веник такой твердый, белый Камышовый Ну, штук три точно могу показать Избили, да? Разбила этих, отбила этих самых ручек Ну, простили Ой, куда ж ели? Наталья Петрова на языке поисковиков Инфорк Человек, который возглавляет поиск Это как ЦУП К которому стекается вся информация по заявке Инфорк держит связь с полицией Получает разрешение на размещение В соцсетях и на уличных столбах Ориентировки на пропавшего Работает с координаторами Организует поисковиков на местности И одновременно с этим прозванивает больницы Искать пропавшего ветерана Тогда поручили ей Очень часто люди с провалами в памяти С деменцией Они даже не понимают Что они пропали Он просто гуляет Он просто идет Он, бывает, даже не понимает Что он пропал За прошлый год в отряд поступило Почти 26 тысяч заявок на поиск Живыми были найдены 19 тысяч человек И почти 2 тысячи погибшими На этом работа добровольцев заканчивается Дальше обстоятельства произошедшего Расследует полиция И все же спасенных больше Благодаря вовремя полученной информации От неравнодушных Был наоборот случай Когда мы вот прям успели Одновременно пришло свидетельство И по ориентировкам, которые были в контакте И на улице Конечно, туда, да, бросились В этот парк на прочес И нашли ее, нашли ее там Вовремя нашли Ну, в смысле, человек был в тяжелом состоянии Ты еще могла погибнуть? Да, конечно Дети – это отдельная статья Обычно на их поиски Собираются больше всего добровольцев Ищут и днем, и ночью Меняются и снова прочесывают Вверенный им квадрат Это могут быть обычные потеряшки в лесу Трудные подростки, бегунки Причиной ухода от родных Может стать не любовь Та, о которой рассказывал Звягинцев в одноименном фильме Именно отряд Лиза Алерт Стал прообразом тех поисковиков Которые искали мальчика Алешу Приступаем к тотальной расклейке ориентировок Заклеиваем все Остановки, подземные переходы, двери подъездов За 9 лет работы отряда живыми найдены 55 тысяч человек Для сравнения численность населения Кронштадта Помогать людям – это хорошо Мы радуемся, мы понимаем, что вот все Мы пришли к этому счастливому концу То, в общем-то, ради чего мы все здесь собрались Ситуация у нас хэппи-энд Только за время наших съемок Домой вернули еще одного пропавшего Сейчас в оперативной работе по Петербургу и области 250 ориентировок Владимир Слатухин – один из тех, кого ищут прямо сейчас Он единственный, кто у меня остался из родственников Все-таки, мне кажется, если бы он был в городе Уже бы кто-то нашел бы, позвонил бы Или бы в полицию обратился Ну, скорее всего, единственный вариант – это то, что он ушел куда-нибудь в лес, наверное Возможно, именно сейчас этот человек находится рядом с вами Или одиноко сидит на скамейке возле вашего дома На улицах сейчас не так много людей Присмотритесь, наберите номер горячей линии Или оставьте сообщение в соцсети Говорят, невозможно назвать точную цифру Сколько именно добровольцев состоит в отряде Потому что каждый, как только протягивает руку помощи Становится одним из них Алло? Да, хорошо Собираюсь, выезжаем Наталья Бондурина Пульс, город Ну и в заключении наша рубрика Кино и песни Ленинграда Не хочется заканчивать темы коронавируса Поэтому давайте вернемся к главной теме О которой мы говорили все эти прошлые дни Это 75-летие Великой Победы И для нашей рубрики мы нашли песню, которая вошла в список 100 величайших антивоенных песен всех времен и народов Называется она «Ленинград» Ее исполняет один из самых популярных американских певцов Билли Джоэл В ней он рассказывает о своем русском друге Родившемся весной 1944 года После снятия блокады Ленинграда Зовут его Виктор Виктор Разинов Джоэл и Виктор, кстати, тоже познакомились и подружились в Ленинграде В цирке, где Виктор работал клоуном Его выступление очень понравилось дочке Билли Джоэла И вот ему, своему русскому другу И подвигу героического и несломленного Ленинграда И была посвящена эта песня «Ленинград» Давайте послушаем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это все, о чем мы вам успели рассказать за один час Надеемся, что после нашей программы вы почувствуете себя чуть более осведомленными петербуржцами Мы вернемся в эту студию ровно через неделю Чтобы вновь и вновь сказать вам Это ваше право видеть и знать Чем живет великий город Наш дом Я Юрий Зинчук Всего вам доброго и хороших новостей Субтитры создавал DimaTorzok